В областном центре планируется изготовление защитных спецсредств для вооружения Росгвардии. Тюменцы разработали новый продукт, провели тестирование и представили потенциальному заказчику. Ожидается, что партия будет в количестве 50 тысяч баллонов. Что мешает начать производство прямо сейчас, выяснила Евгения Зубцова. Тут главное встать по ветру. Александр проверяет дальность распыления перцовой аэрозоли. Баллон еще взвесят, продержат полчаса в горячей воде, потом в морозилке. Спецсредства разработали для Росгвардии. И потенциальный заказчик лично тестировал продукт. Проводили полный спектр. То есть по всем параметрам, которые заданы в ПУ для испытаний, проводилось по каждому пункту. Список большой достаточно. Целый день заняла процедура. К продукту претензий нет. Были замечания к документам. В итоге два года идет процесс оформления. То одно не так, то другое. Бюрократические припоны мешают тюменским мастерам начать производство защитного средства. При этом готовы хоть завтра приступить к работе. В сутки мы можем до 40 тысяч баллонов делать. То есть тут 20 тысяч закажут, полдня поработаем, сделаем. Можно отправить. То есть в течение недели, так скажем, плюс-минус, там, какие-то комплектующие вдруг не хватит. Еще что-то в течение недели, в принципе, мы в соц можем отправить. Между тем, тюменцы уже делали защитные средства для силовых структур. Семь лет сотрудники правоохранительных органов пользовались перцовыми аэрозолями «Контроль-М». Тогда в год выпускали по 20 тысяч баллончиков. Их распределяли по разным регионам. «Контроль-РГ» и «Контроль-РГБ» – так называется новое спецсредство для Росгвардии. Оно отличается от тех, что продаются в обычных охотничьих магазинах своим составом. Внутри концентрация красного перца в два с половиной раза больше. Используют их и судебные приставы, и сотрудники колоний. Производством перцовых аэрозолей также занимается фирма «Выжевский». Но их баллончики стоят в два раза дороже. Тюменцы надеются, что вскоре завершится стадия оформления продукта и начнется его выпуск. Евгения Зубцова, Владимир Кондратьев, Тюменское время.